Возможность оползни Собираемся в школу. Чем мы с вами можем помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей? Потребность большая в обуви. Естественно, что несмотря на то, что есть форма, берут блузки, берут рубашки. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Подсудимый неизлечимо болен, настаивает защита Барнаульца, устроившего резонансное ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Молодежной. Чтобы подтвердить это, адвокат Алексея Бекташева на судебное заседание, которое проходило сегодня, собирался пригласить медика, который бы дал заключение о состоянии здоровья заключенного. Состоялось ли обследование, пока неизвестно. Напомним, Алексея Бекташева считают виновным в аварии, которая произошла 29 апреля рано утром. 23-летний парень на ВМВ врезался в ладу Ларгус и сбил девушку-пешехода. Она и водитель Лады погибли. Накануне судья зачитал обвинение, с которым подсудимый полностью согласился. Также опросили свидетелей трагедии, инспекторов ДПС, преследовавших машину перед самой аварией. Они сообщили, что водитель БМВ нарушал правила, проезжая на красный, а при задержании от него пахло спиртным. Судебные заседания продолжаются. Не выдержал испытания дождевой водой. Часть зеленого склона рядом с новой лестницей, ведущей в Нагорный парк, размыла почти до самого основания. Вот такую картину увидела наша съемочная группа, проезжая мимо. Судя по размерам ямы, ручей был немаленьким. Грунт вместе с травой вымылан на террасу. Обрушение случилось после длительных проливных дождей. А ведь еще на этапе строительства лестницы и благоустройства территории специалисты неоднократно подчеркивали, все проведенные работы по укреплению склонов исключают возможность оползней. Собственно, изначально на террасу это склоны разделили только для укрепления горы, но позже, по просьбе жителей, инженерное сооружение решили превратить в прогулочную зону. Работы выполнены качественно, лотки справляются. Пока еще грудь не задерновался, происходит размыв. Во время обильных дождей. То есть работы сейчас будут выполнены, восстановлены. После каждого дождя будет производиться очистка. И надеемся, что больше это не повторится. Напомним, строительство объекта вместе с террасированием склонов обошлось городской казне более чем в 40 миллионов рублей. Стройка началась осенью прошлого года и не прекращалась зимой. Сегодня на ликвидацию размыва бросили силы студенческого экологического отряда. Подрядная организация приступит к восстановлению. К понедельнику все работы обещают завершить, а в водоприемниках открыть дополнительные люки. Опасные тротуары на одной из центральных улиц города. На головы прохожих летят приличные куски фасада. Судя по всему, фраза из легендарной советской классики «Ты туда не ходи, ты сюда ходи» актуальна как никогда. Вот только вместо снега на Барнаульцев летят предметы потяжелее. Кирилл Политов вместе с оператором Алексеем Фризиным прогулялись под окнами многоэтажки. Об этом не только прямо сейчас в рубрике «Коммунальный патруль». Вот непосредственно сам фасад, который буквально-таки разрушается на голову прохожим, людям. Здесь нельзя пройти и не посмотреть наверх. Это действие для Анны скорее вынужденные пешей прогулки, словно вылазки на передовую, только успевая уклоняться от летящей на голову облицовки. «После дождя наблюдается на асфальте следы штукатурки». Сейчас опасность исходит от всего строения. Стены буквально усеяны трещинами. Добочатцы, глядя на такие разрушения, всерьез опасаются за свои головы. Так здание выглядит со стороны улицы Матросова. Удивительно, за поворотом вид совсем иной. Причина банальна, говорят жители, эта часть строения выходит уже на проспект Ленина. Значит, должно быть красиво и ухожено. В остальном разруха. Анна уверяет, вопрос с ремонтом стен многие жители пытались решить с прежним советом дома. Вот только за три года управления проблема так и не была решена. В результате жители пошли на кардинальные меры. У них, как видим, ничего не вышло. Почему? Сложно ответить на этот вопрос. Мы не смогли, наверное, договориться. Месяц назад у нас был избран новый совет дома, в который входит молодежь. И с новой управляющей компанией Старо Барном мы надеемся решить вопрос по ремонту фасада. Теперь надеются, что ситуация все же изменится в лучшую сторону. Пока же неконтролируемый полет штукатурки по-прежнему остается большой проблемой для жителей 137-го дома по проспекту Ленина. Теперь другой адрес. Здесь жители все-таки дождались капитального ремонта. Здесь у нас была пристройка, которая висела, вот как видите, на пене. В конце концов она так сильно наклонилась, что уже сил не было. Вместо части здания приличного уровня котлован. Где-то здесь была комната, примерно вот тут вход в дом. Это, говорит Надежда, и есть тот самый капитальный ремонт. Правда, едва он начался, как тут же закончился. Мастера неожиданно покинули место работы с формулировкой. Нам перестали платить за работную плату, уверяет Надежда. Процесс остановился, а различные обращения к чиновникам результата не дали. Мы здесь уже к Диме приготовили, здесь вот все запенили. Вот видите, вон там в углу прям улицу видно было. Рассыпается на глазах, стены лопаются, пошли трещины. От безысходности домочадцы освоили строительные профессии. По мере сил и средств отремонтировали фундамент, щели заделали специальной пеной. Разрушается дом по улице Карла Маркса 138 не только снаружи, но и изнутри. На потолке все те же узоры в виде трещин. Многоэтажки несколько десятков лет. За это время не было ни одного капитального ремонта, утверждали жильцы. Так было год назад. Вот казалось бы, начался долгожданный ремонт, который тут же закончился. Администрация ничего не делает, не предпринимает никаких решений. Вот вы знаете, я бы поменялась с кем-нибудь из начальства, с администрации. Пусть бы они хотя бы месяц пожили в моих условиях, а я бы пошла, в их условиях пожила бы. Вот прям вот с удовольствием бы перешла туда. Наш эксперт-юрист Артем Чаузов в такой ситуации советует сделать техническое заключение здания. Добавляет, специалисты вынесут вердикт продолжать ремонт или признать дом аварийным. Соответственно, если необходимо признать дом аварийным подлежащим сносу, то к заявлению прикладывается техническое заключение специалиста и подается в администрацию города. Для того, чтобы межведомственная комиссия рассмотрела данное заявление и признала многоквартирный дом аварийным. Если многоквартирный дом подлежит капитальному ремонту, то единственные на сегодняшний день эффективные меры по произведению капитального ремонта... Ваши негативные эмоции по поводу недобросовестной работы коммунальных служб мы готовы выслушать по телефону в Барнауле 722-301. О свежих и не менее громких новостях из сферы ЖКХ обязательно расскажем на следующей неделе. На этом все. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Информационный канал «Город». Полиция решила не возбуждать уголовное дело в отношении четырех молодых людей, которые на прошлой неделе ночью сбросили тяжелые гранитные шары с моста через Барнаулку. Напомним, задержать подозреваемых удалось в течение суток после того, как в распоряжение правоохранителей попала видеозапись с камер наблюдения. Вандалами оказались молодые бурнаульцы в возрасте от 20 до 22 лет. Свой поступок они объяснили тем, что просто хотели повеселиться, хотя вес каждого гранитного шара немаленький – 300 килограммов. Как стало известно, полиция приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела. Ущерб признан незначительным, сами шары остались целы. Теперь виновным предстоит административное разбирательство. Скорее всего, они отделаются штрафом, который не превысит 500 рублей. Бурнаульская семья просит помочь спасти их сына Тимофею всего 9 месяцев, но врачи вынесли страшный приговор – рак. Анастасия Дороган продолжит. Ты кто такой сидит? Ну, Тима, сынуля! Поразительно жизнерадостный ребенок, дарящий улыбки всем вокруг. Тимоша Курапов, ему всего 9 месяцев. Не поседа малыш, любит читать, уже танцует. Желтоватый цвет лица – единственный внешний признак серьезной болезни. В семье, говорят, врачи не сразу смогли найти причину. И тогда родные малыша стали действовать сами. Платно ко всем врачам. И чтобы вот именно нам, чтобы лечить ребенка, надо же знать диагностику. Мы его покрестили накануне, вот 9-го числа мы крестили, 10-го мы уехали. И вот неделя вот такая новость. УЗИ выявило образование в почке. Медики сошлись в одном. Большинство признаков все-таки указывают на опухоль Вильямса – врожденную и крайне опасную. Опухоль злокачественная надпочечников. То есть УЗИ данные не показывают точную опухоль, то есть почки либо надпочечники. Семья Тимофея едва пришла в себя, как повторный анализ. Спустя всего пять дней заставил взять себя в руки и искать выход. Опухоль стала намного больше. Было 79 на 56, то здесь у нас уже получилось, что у нас 81 на 70. То есть она у нас в объемах выросла на сантиметр, то есть в среднем. Мама Тимофея Регина говорит, что прооперировать ребенка здесь некому. Опытные врачи в отпусках. Семью направляют в Москву, но нужно подготовить документы, дождаться их одобрения. Неделя ожидания, которых у ребенка может и не быть. Мама мальчика сразу отбросила надежду на скорый вызов в столицу и уже завтра везет Тимошу в израильскую клинику, где через пару дней его ждет операция. Стоимость лечения – 3 миллиона рублей. Семья уже объявила сбор средств для спасения их сына. Я не могу ждать. Это правда, я не могу ждать, это мой выбор. Никто не вправе считать меня осуждать за это. Я сделаю все, чтобы он был здоров. Не важно. Я очень хочу, чтобы люди это помогают. Я знаю, что собирают какие-то средства. И что это правда, это на лечении, никуда. Я хочу, чтобы мальчик был здоров. Помочь малышу может каждый. Сейчас на экране вы видите номера карт, куда можно перечислить любую сумму. Семьи Тимофея Курапова верят, что их не оставят в беде. А еще, что свой первый день рождения в сентябре малыш встретит здоровым. Анастасия Дорога, Николай Шелко, информационный канал «Город». Продолжаем выпуск. В Алтайском крае и его столице продолжается акция «Соберем детей в школу». Благодаря ей сотни детишек из малообеспеченных и многодетных семей получают канцелярские товары, одежду и обувь. Традиционно в акции принимают участие общественные организации, социальные службы и рядовые горожане. Тему мы продолжим с нашей гостьей Натальей Жмылевой, председателем Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаю, что в вашем фонде акция называется немного иначе «Здравствуй, школа», но задачи и цели они аналогичны. Вот когда ваша акция стартовала и как долго она продлится? Акция стартовала 15 июля текущего года и завершится 15 сентября. Но надо сказать, что планируем мы акцию в течение всего года, потому как у нас есть подведомственные наши подопечные лечебные учреждения, и нам необходимо спланировать помощь, которую мы окажем. И, конечно, мы весь год обсуждаем, чем мы поможем – канцелярскими товарами, одеждой, но это то, что касается лечебных учреждений. Ну, а наши подопечные, которые к нам обращаются, конечно, вот в этот период получают поддержку вот всеми видами, возможными видами поддержки материальной, в том числе и денежную помощь. Многим ли семьям сейчас необходима наша помощь? Если говорить о результатах прошлого года, то у нас в фонде получили поддержку более 2000 семей. Это и многодетные семьи, это и семьи, которые воспитывают одного ребенка. Ну, то есть каждый раз увеличиваем мы эту цифру еще в среднем на 5, и получается, что вот мы помогаем по всему Алтайскому краю такому количеству ребят. Но те, кто к нам обратился в прошлом году из города Барнаул, это более 700 семей. Это подопечные, которые ежегодно к нам обращаются, они знают и даты, знают о том, что это заявительный характер носит. Ну, и есть те, кто попадает в трудную жизненную ситуацию уже в этом году, поэтому мы каждый раз, планируя, думаем о том, что к нам придут еще новые люди. Вот что чаще всего требуется первоклассникам, а чего необходимо деткам постарше? Ну, надо сказать, что вот уже несколько лет вот эта помощь, она немного, так скажем, изменяется. Мы стараемся помочь семьям, узнать потребности семьи, помочь именно в тот момент, когда эта помощь необходима. С чем это связано? На сегодняшний день образовательные учреждения ввели практически все форму. Форма действительно берет у семьи серьезные средства. А в семье, где много деток, первоклассников и старшеклассников, в любом случае эту форму необходимо либо подремонтировать, либо купить новую. Поэтому в этих семьях мы предусматриваем, что мы поможем канцелярскими товарами или какие-то вещи, которые носят, ну, например, характер занятия физкультуры, обувь. А мама сможет спланировать закупку формы. Но надо сказать, что для первоклассников важно все. Важно для них еще и то, какую мы помощь окажем. Если это будет канцелярский набор, то для первоклассников мы обязательно выбираем что-то красочное, интересное, потому что, ну, сам приход в школу должен быть праздником и мечтой ребенка о каких-то свершениях, да, в этом путешествии по стране знаний. Поэтому очень стараемся. Для ребят среднего звена и старшего звена, естественно, что это общие тетради. И потребность в этом достаточно серьезная, потому что и предметы серьезные, и, конечно, уже такие пеналы детские не пойдут. И, конечно, мы канцелярские наборы им подбираем уже, так скажем, для более серьезного, солидного школьного возраста, как мы говорим. Конечно, потребность большая в обуви. Естественно, что, несмотря на то, что есть форма, берут блузки, берут рубашки. Соответственно, верхняя одежда тоже есть потребность в этом. Поэтому, конечно, мы нашим благотворителям объясняем, говорим о том, что необходимо. Но и в то же время говорим всем и жителям города, жителям края о том, что мы принимаем вещи БУ в хорошем состоянии. Насколько активно люди откликаются, а мы знаем, что в предыдущие годы помогали хорошо предприниматели, вот нынче как. Говоря вот о результатах прошлого года, если немного курсивом, то это более 300 тысяч рублей. То есть мы на эти деньги смогли и форму подкупить, и смогли канцелярские товары подкупить. Поэтому рассчитываем на эту сумму, она постепенно начинает поступать. Ну и очень активно, вот на сегодняшний день уже, вот я говорила, и рюкзаки поступили, и канцелярские товары начали приносить. Активно просто, так скажем, мамы, бабушки, все жители, которые идут, закупают для своего ребенка уже канцелярские товары. Ну и, соответственно, еще и думают о других, кто находится в трудной жизненной ситуации. Так что мы всем очень благодарны тем, кто уже помог, и будем признательны тем, кто помнит о том, что рядом есть люди, которым очень требуется поддержка, особенно дети. Ну если кто-то из наших телезрителей, барнаульцев, решил помочь, поучаствовать в акции, куда можно приносить? Сколько в городе у нас пунктов приема? На сегодняшний день пункты приема работают во всех районах города Барнаула. Это комплексные центры помощи семье и детям. Также в этом же направлении работает управление социальной защиты тоже по городу. Ну и, конечно, работаем и мы. Это улица Партизанская, 120. Мы сейчас в таком, скажем, плотном режиме работаем, готовы принимать всех, кому удобно приехать, заехать к нам до работы, после работы. То есть мы с половины восьмого уже открыты и до 19.30 вечера ждем тех, кто хотел бы нас поддержать. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Жемылева, председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. Гостью Татьяны Голубевой в ближайшую субботу будет Николай Воронков, руководитель 4-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Вопросы гостю можете задавать и вы. Звоните нам по телефону 722-440 или пишите на адрес нашей электронной почты. Сетиньез собака.алт.ру Барнаульские власти пообещали, что одна из будущих магистральных улиц города получит имя бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Госдумы Николай Герасименко. По его словам, ранее он отправлял депутатский запрос в мэрии об увековечивании памяти губернатора и артиста. Ответ за подписью замглавы администрации по социальной политике Артемова гласит, цитируем, Куртуологической комиссии города принято решение. При проектировании будущего городского квартала или микрорайона одна из магистральных улиц будет названа в честь Евдокимова. Когда это произойдет и где будет располагаться эта улица, не сообщается. Напомним, впервые идея назвать именем народного губернатора улицу или площадь прозвучала вскоре после его гибели в 2005 году. Тогда инициативная группа предлагала назвать площадью Евдокимова автомобильную развязку на пересечении улицы Советской и проспекта Комсомольского. Но эта идея не получила поддержки ни общественности, ни властей. Герои нашего следующего сюжета, победители городского конкурса о любви, говорю бесконечно, это семья Елены и Дениса Сандал. Они очень разные, но они вместе, несмотря на серьезную трагедию, которая случилась три года назад. История их знакомства уже необычна. Кажется, сама судьба терпеливо ждала, когда эти два человека заметят друг друга. Целых семь лет они состояли в одной благотворительной организации. Но об этом узнали только после свадьбы, когда на коллективных фотографиях того времени увидели свои лица. А вот дружили недолго, всего месяц после поженились. Ребята говорят, мы очень разные, но именно это делает нашу семью крепкой. Например, Денис взрывной, он сразу эмоционально реагирует. Я более спокойная, уравновешенная. В чем мы еще разные? Вот Денис, например, когда куда-то приезжает, ему сразу надо идти, территорию изучать. Мне надо три дня полежать. Так скажем, отлежаться. В 2014 году в семье случилась трагедия. Тогда Денис работал на шинном заводе. В дежурной смене оказался один, без помощника. Я резину подавал и меня затянуло, то есть в станок подал резину и затянуло станок, то есть как бы руки не успел вытащить из верхонок. И вместе, то есть с резиной, резина была горячая, прилипли руки. Самый сложный день был это первый, когда в такое состояние было шоковые паники. А потом уже, когда пустили в палату, у меня наоборот какая-то эйфория появилась. С тех пор все круто изменилось. И не сказать, что жить начали по-новому, ценить друг друга стали больше. Лена работает психологом в кризисном центре для мужчин и краевом кардиоцентре. Она правая и левая рука своего мужа. Везде его сопровождает. После этого начали путешествовать. Не то, чтобы там откуда-то сверху деньги сыпались, но они есть, слава богу, и просто возможность появилась. У нас есть одна общая черта. Мы оба практичны. Мы любим копить, откладывать. То есть в этом плане нам вообще нет равных. Этим летом ребята планируют съездить в Крым. Говорят, соскучились по Черному морю. После будет Вьетнам. Через пару недель Денису поставят протез на правую руку. Мужчина хочет найти работу, чтобы осуществить главную семейную мечту – посмотреть мир. Накануне в парке «Солнечный ветер» фанаты Гарри Поттера отметили день его рождения. Напомним, ровно 20 лет назад книги с историей о мальчике, воюющем со злом, появились и в России. Событие в парке обещало быть масштабным и костюмированным. Но похоже, что барнаульские фанаты Гарри Поттера прийти в магических мантиях постеснялись. Это не помешало организаторам провести по-настоящему волшебное мероприятие с фокусами, конкурсами, мастер-классами. Пожалуй, наиболее любопытной частью праздника стала выставка книг, на которой были представлены разные переводы, издания, истории о необычном мальчике, в том числе и на английском языке. Организаторы выставки считают, что читая Гарри Поттера в оригинале, можно легко выучить современный английский язык, а также проникнуться судьбами персонажей и вынести для себя ненавязчивые, но значимые жизненные уроки. Я видела и фильмы, например, которые говорят, что это похоже на Гарри Поттера. Я читала книги, которые говорят, что похоже на Гарри Поттера. Нет. Именно вот что-то притягивает, потому что, казалось бы, да, там, если разбираться, ведь там глубокая философия. То есть человек, маленький мальчик, который вот всеми забитый, он, казалось бы, не без каких-либо выдающих способностей, а на протяжении многих книг он вырастает настоящего человека. В течение всего праздника гости мероприятия с удовольствием примеряли волшебную мантию Хогвартса и надевали говорящую шляпу, которая, напомним, распределяла каждого на подходящий магический факультет. А в завершении вечера фанатов угощали тыквенным именинным пирогом, который нам, к сожалению, не достался. Сегодня в 21.00 на ТНТ смотрите четвертую серию второго сезона популярного сериала «Полицейские с Рублевки». А завтра с 13.30 до 19.00 смотрите марафон «Камеди Клаб» самого смешного, острого, актуального юмористического шоу страны. И о погоде. Штормовое предупреждение передают синоптики. В Барнауле возможны дождь и гроза, ветер западный слабый, при грозе порывистый. Ночью до 22, днем до 29 выше нуля. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи.